ДНР Это второй семинар, который проводится в рамках раскрытия основных положений этого нормативного документа. И сегодня мы будем уже на практических примерах рассказывать об основных документах, которые должны применяться нашими распорядителями, получателями бюджетных средств и государственными коммунальными предприятиями. Мы будем рассказывать об особенностях использования тех или иных процедур, закупок, которые должны применяться на территории Донецкой Народной Республики. И, разумеется, это будут ответы на вопросы. Главная цель данного семинара – обсудить с собравшимися вопросы применения положения временного порядка о проведении тендеров между предприятиями ДНР, а также научить участников семинара правильному оформлению документаций о закупках. Я надеюсь, что этот порядок внесет порядок и ясность в саму процедуру. Сегодня организовали его представители профильного министерства Минэкономразвития и Минфинансов. Ну и, судя по ажиотажу, действительно интерес к этому документу, к этому порядку, временному порядку огромный. Надеемся на то, что и наши предложения сегодня будут услышаны. Надеюсь на то, что нам расскажут реальные механизмы, которые мы можем использовать в работе с этим порядком. Ну и, естественно, надеемся на то, что процедура не будет слишком тяжелой и обременительной для нас, как для государственного учреждения, чтобы это пошло только во благо и республике, и людям, ну и, естественно, нашему предприятию тоже. В семинаре приняли участие представители глав городов и районов ДНР, министерств, пенсионного фонда, фонда социального страхования, республиканского центра занятости, центрального республиканского банка, государственных и коммунальных предприятий, курирующих вопросы финансирования и материального обеспечения, а также члены комитетов по конкурсным закупкам. Семинар собрал такое количество желающих поучаствовать в нем, что решено было разделить всех пришедших на две группы и провести 5 августа еще одно занятие. Дмитрий Зиньковский, Елена Чистякова, специально для Новороссия ТВ.